Фонг. Как много в этом слове. Так что давайте приступим без лишних разговоров, а после просмотра обязательно напишите в комментах, получилось ли у меня уловить этот фонговый вайп. Ну и как обычно подробнее о моем видеокурсе, либо у меня в личке, ссылка в описании, либо в конце видео. Начнем. Темп нашего проекта 135 ударов в минуту и еще тут не будет ни одного инструмента. Здесь будет все на сэмплах, но не совсем на этих, скорее на вот этих. Это треки, которые мы будем сэмплировать, потому что фонг состоит в основном из сэмплирования. Вот это будет наш главный сэмпл. Он будет главным мелодическим сэмплом. Возьмем отсюда 8 тактов. Все, перетаскиваем это в плейлист. Заранее знаем, что мы взяли 8 тактов, и поэтому мы можем либо со включенным встречем перетащить это под 8 тактов, либо нажать два раза на сэмпл в настройках сэмпла, просто крутануть тайм, чтобы сэмпл равнялся 8 тактам. Послушаем, включим метроном. Основная часть, которую мы будем использовать, звучит вот так. Там в конце хдыщ, его нужно убрать, заменим его вот этим сэмплом. Вот так делаем, перетаскиваем, встреч у нас отключен. Так что делаем вот так вот, вот так вот, и... Как только этот видос соберет 2000 лайков, я выложу проект в своем паблике ВКонтакте, в общем-то, как обычно. Там будут все вот эти сэмплы, все, что я использовал в этом видео, все там будет, вы сможете самостоятельно его поковырять. Так что набираем 2000 лайков. А вторые два сэмпла это драмлупы. Первый драмлуп. Возьмем здесь 4 такта. Перетащим. Также таймом крутанем до 4 тактов. Только там... Надо убрать, так что вот это уберем и вот это уберем. Кстати, если вы не знали, то лезвие с зажатым шифтом делает вертикальный надрезок. Еще давайте опустим это все на 300 центов. Третий сэмпл. Это тоже драмлуп. Но мы возьмем вот эту часть. Перетаскиваем. И получаем два такта. Вот так вот. Почти что фонг. Но осталось самое главное. Это акапелла нотариуса B.I.G. Я думаю, что половина из вас его даже не знает. Потому что половина из вас родилась позже, чем он умер. И даже я родился раньше, чем он умер. Но все равно я его почти никогда не слушал. Короче, неважно. Давайте возьмем акапеллу. Как мы будем ее подгонять? В припеве каждые два такта нотариус заботливо повторяет. Somebody got the da. И мы просто возьмем расстояние от одного до другого. И сейчас я вам все покажу. Возьмем кусочек побольше. Перетащим. Находим. Вот в этом месте делаем. Shift-Alt. Делаем надрез. Убираем то, что до него. Подгоняем под начало такта. И ищем следующий somebody got the da. Вот он. Делаем то же самое. То есть делаем надрез. Shift-Alt. И нам нужно просто подогнать это дело под два такта. И здесь уже таймом не подойдет. Так что включаем стретч и просто перетаскиваем. Теперь мы это все дело можем с отключенным стретчем уже продлить. И получим акапеллу подобранный под наш темп. Вот. И возьмем мы вот этот кусочек. Нам нужно взять четыре такта. Так что просто вот это отпилим. Возьмем наши драм-лупы, чтобы нам было удобнее все это подгонять. Можно вот с этим инструментом, который называется Sleep, с зажатым Alt немножко подвинуть, чтобы звучало поточнее в темпе. И еще я хочу вот этой частью заменить вот эту часть. Там идет уже сбивка типа. И поэтому просто делаем вот так вот. В общем-то все. Это уже почти что Memphis. Только нам нужно еще немножко сделать кое-что. Обрезаем первый четверть такта. Делаем вот так. Классно звучит. И сейчас мы сделаем похожую вещь в конце. Вот и все. Подтащим все это дело под нашу главную часть. Это уже почти что фонг. Но теперь нам нужны ударные. Давайте еще для удобства скинем все это на микшер. Вот у нас канал с Memphis. Ctrl L. Назовем его Memp. И канал с нашим главным мелодическим лупом. Вот наши сэмплы. Самый главный и первый это... Конечно же Кавбелл. Куда без Кавбелла в фонг. И потом мой любимый сэмпл 808. Какой-то кик. Какой-то снейр. Символ. Open Head. Закрытый Head. Перк. Воткнем первый паттерн в плейлист. Начнем прописывать. Возьмем второй сэмпл, который будет первым. И сделаем просто вот так вот. Но там есть призвук. Как его убрать? Очень просто. Крутим продолжительность. Вот так мне нравится. Можно еще немножко подбустить его. Второй сэмпл, который первый. Только с ним нужно еще кое-что сделать. Продолжительностью. Его тоже можно немножко подбустить. Очень громкий получился второй сняр. Давайте его убавим. Теперь можно сделать Open Head. Для него нам обязательно нужно крутануть Envelope. И мы будем использовать его на более низкой ноте. Теперь Head. Можно его погромче сделать. Пока что Ctrl-B продлевает. Теперь Kick. Можно укоротить немножко. И загустить. Отлично. Только давайте его сделаем в следующем паттерне. Потому что я хочу сделать в нем пробежку. И еще можно здесь сделать двойной удар кика в начале. Следующий важный этап это бас. Как написать бас в тон, короче. Заходим в бас. Это бас, который уже изначально настроен на C5. Короче, если вы не смотрели мой видос по 808 басу, то в правом верхнем углу загорелась подсказка. Там я довольно подробно объяснил, что там кого с басом. Просто посмотрите его. А я буду писать бас в тон. Вот. На этих нотах играет наш бас. Мы можем их, например, скопировать в сэмплер. Переходим в бас и прописываем. Да, в общем-то, вот. Так, мы можем сделать такую интересную штуку. Увести бас очень сильно вниз. Для этого сделаем из этого сэмпла. Слайд ноту. Вот это тоже слайд нота. И на октаву вниз. То есть бас очень сильно будет уходить вниз. Теперь клонируем это. И сразу можно все эти звуки отправить на микшер. Я забыл сделать очень важную вещь. Нам нужно на басе сделать поддержку пробежки. Сделаем такую штуку. И это повышение. Пора перейти к обработкам. А их у нас будет... Так вот много. Начнем с самого интересного. Это сочетание сэмпла и баса. Давайте для начала на сэмпле повесим параметрик. И отпилим ему все ненужное. Делаем вот так вот. Еще нам нужно довольно ощутимо подрезать вот низкую середину. Чтобы басу было больше места. Теперь обрабатываем бас. Чтобы бас был крутым и фонковым. Нам нужно добавить лоуфайности с помощью эффектора. Перегруза с помощью вейв шейпера. Стереорасширение с помощью озона майнджера. Все это немножко ослабить с помощью параметрика эквалайзера. Начнем. Отключаем байпас. Лоуфай. Стало хорошо и приятно. Убавляем драйвэт. Вот так. Отлично. Вейв шейпер просто. Нормально. Классно. Хорошо. Мне нравится. Ну убавляем конечно. Чтобы совсем уж хорошо не было. Теперь идем в озон и майнджер. Включаем стерео айс. Делаем тут вот 200 герц. Чтобы все что ниже 200 было в моно. И делаем вот так. У фонка нет правил. Мы будем расширять по максимуму просто. Можно еще чуть-чуть так. Класс. Мне нравится. Теперь нам нужно немножко отрезать нит. Мы сделаем low shelf, чтобы все звучало помягче. И вот так. На сэмплю тоже добавить эффектор, чтобы он тоже стал красивым и low fine. Только чуть-чуть совсем. Еще нам обязательно нужен стерео шейпер. Потому что сэмпл изначально в моно. Чувствуете, да? Чувствуете? Сочетанием баса и сэмпла все. Давайте займемся нашим мемфисом. Самодельным мемфисом. Тоже золоуфаем его. Действуем совершенно по тому же принципу. А вот низа отрежем дофига. Потому что нам нужно только такое, знаете, именно звучание воздушное от нашего мемфиса. Теперь вейв шейпер поставим на первое место. И капельку перегрузим, чтобы создать вот именно общее, такое целостное, испорченное звучание. Также нам нужен стерео шейпер, чтобы все это расширить. Слушаем все вместе. Сделаем сразу групповый канал ударных. Сделаем обработку мастера. На мастере у нас будет использована, как обычно, Озон и Дециморд 2. Но Дециморд будет идти перед Озоном. На Дециморте мы будем использовать пресет M5C60. Это мой любимый пресет. Блин, low-fine и классно, мне нравится. На самом деле просто убавляем преампы, все. Теперь идем в Озон и настраиваем его. Вот этот именно винтаж mid-range. Следующий динамик EQ. На нем мы выбираем мой любимейший пресет low-end control. Теперь идем сюда. Можем включить воссоздание трензиента, чтобы сделать такое немножко прыгающее звучание. Теперь самое главное это винтажный эквалайзер. Вот он. На нем мы будем делать все самое злое и плохое. Вот так звучит уже достаточно low-fine. Отлично. Как обычно по традиции, на все тарелки я повешу стерео шейпер. То же самое можно сделать с перком. И на дополнительный снэр. У нас уже получается такое не очень басовое звучание. Это вот именно то, чего я хотел, чтобы все было таким грязным, low-fine перегруженным. Начнем с того, что повесим сюда декапитатор. Нам нужно буквально очень небольшую порцию перегруза сделать. Отрезать низами небольшие. Ну и просто убавить drive-back. Далее главный гвоздь нашей программы это эффектор. Low-fine, байпас отключаемый. Очень легкую обработку делаем имп. Далее доцимор. Выбираем мой любимый пресет MC60. Убавляем преамп также. И можно поиграться с самыми большими крутилками. Если вы, конечно, любите играться с большими крутилками. И самое интересное, это Ozone Manger. Выберем пресет Enhanced Space. Включим Stereo Ice. И вот здесь вот отключим. Ну и кроссовер подвинем на 200. Ну и самое интересное, это баланс громкости. Потому что мы ее вообще никак не регулировали. Короче, пока наше звучание останется таким. Но мы еще сделаем развитие трека. 2-бит у нас уйдет в лоу-фай дополнительный. Мы повесим на него Half-Time. Сделаем тут полтора. Здесь 1,16. И к нему в дополнение повесим параметрик с пресетом Old Telephone. Просто сделаем его не таким злым. И сейчас нам нужно сделать управление всеми вот этими штуками. Жмем сюда Create Automation Clip. Чтобы вот в этом месте он был у нас включен. Делаем вот так вот. Вот так вот, вот так вот. И теперь жмем правой кнопкой сюда. Link to Controller. И цепляем управление вот этим нобом на тот же самый клип автоматизации. Вот здесь уже звук нормальный. Следующий фрагмент у нас будет с использованием Half-Time на сэмпле. Чтобы автоматизировать вот эту крутилку, нам нужно сначала включить крутилку здесь. Покрутить эту. Жмем сюда. Теперь правой кнопкой мышки Create Automation Clip. И вот. И здесь сейчас мы будем делать автоматизацию. Она будет вот такой вот. Сокращаем. Просто клонируем. Потому что здесь у нас будет использован Cove Bell. Его, кстати, тоже надо немножко обработать. Кстати, проделаем с ним точно такие же манипуляции, как в видосе про Big Baby Tape. Кстати, вы можете его посмотреть, если не смотрели. И сделаем паттерн. Нам нужно знать, на каких нотках играет у нас. Нет, некрасиво. Надо сделать. Вот и все. Теперь это можно убрать из этого паттерна. И оставим вот эту фигню. Еще мы можем сделать дилей. Level на минимум. Cut off как-нибудь вот так. Как-нибудь вот так. Сделаем high pass. Вместо low pass sample rate убавим, чтобы было. И wet убавим наполовину. И sample rate все-таки добавим. И сюда уже добавим полный наш Memphis. Потом добавим full beat наш. И поставим сюда еще. Короче, чтобы у нас был low-fine и бит здесь. И еще можно сделать half-time в начале. В начале на sample. Все, трекан готов. Давайте же его заценим. Но перед этим хочу сказать, что можно было сделать звук еще low-fine. И если вы хотите, чтобы я делал прям грязь-грязь. Ну вот не совсем грязь, а вот прям грязь. Ну грязь-грязь такую грязь. Короче, то напишите в комментариях. Я обязательно к вам прислушаюсь. И отдельно большое спасибо Максиму Спраговскому за то, что помог готовиться к этому видео. Все, слушаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой вот трек у нас получился. Если понравился трек, если понравился видос, то ставь лайк и напиши обязательно в комментах. Получилось у меня похоже на фонт или не похоже? Можешь поставить дизлайк, если было неинтересно и совершенно бесполезно. Также напоминаю, что как только будет 2к лайков, то этот проект будет у меня в паблике ВКонтакте, ссылка на который в описании. Ну и также у меня есть видеокурс, который подойдет для новичкам. Он из трех частей, все три части от А до Я. Чтобы заказать его, напишите мне. Также можете написать мне, чтобы узнать о нем подробнее. Он стоит 3 290 рублей. Короче, напишите мне прямо сейчас. Ссылка на меня тоже есть в описании. Ну и с вами был Стас. Посмотрите любое другое видео на моем канале. Я над всеми видосами стараюсь. Вот, можете это видео посмотреть или вот это. Короче, любое. Ставьте лайк, если было интересно. Дизлайк, если не было интересно. Подпишитесь на канал. Жмакните по колокольчику. С вами был Стас. Увидимся в следующем видео. Пока.